Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня я вам расскажу про то, как у меня ребенок болел аденовирусной инфекцией или энтеровирусной инфекцией. Почему их две, я объясню чуть-чуть попозже. Сейчас я хочу сначала начать с истории, как она у нас появилась, эта инфекция, причем вирусная инфекция, да, то есть сразу два слова, как-то это странно. Вот, ребенок ходил в садик, и либо он где-то в садике зацепил. В садике, я помню, что ему руки не мыли, то есть мы с улицы приходили, пока его там довела, да, ему там не мыли, как-то воспитать ему было пофигу. Ребенку было, кстати, три года. Вот, либо, может быть, где-то на улице, возможно, голуби. Вот, кормите с ребенком птиц, да, они могут замахнуть крыльями, через глаза попадает эта вот вирусная инфекция, там, ну, какие-то вот эти, да, и все. Я читала, многие, кстати, от голубей зацепляли. Вот, короче, так вот получается. И получалось так, то, что мы, как бы, с мужем в этот день уезжали, а в садике ко мне звонят, говорят, у вашего ребенка температура, он плачет. Температура, говорит, 37,7. Я думаю, как так? Он никогда не чувствует температуру, почему-то, думаю, плачет. Странно. Оказывается, у него рвота. Я его забираю. Температура 37,1. Вызываем врача. Врач говорит, что горло болит, и все. Ну, с ним остается свекровь. Таблетки она решила не принимать, у ребенка сам вылечится. Вот, что там происходило, она мне ничего не рассказывала. У меня мама рассказывала, что у ребенка поднимается температура 38 уже несколько раз, что у него там была уже рвота, что ребенку там вообще очень плохо, а мы в это время как раз плыли на теплоходе. Я не думала, что у ребенка будет такая вирусная инфекция. Не знаю, была просто в шоке. Думаю, господи, что там с ним происходит. Думаю, скорее бы приехать, скорее бы приехать. Приехали домой, и в этот день у него температура уже вечером поднимается 38,9. Вот, я, конечно, не сбиваю. С утра вызываю врача. Врачи, они никак не могли очень долго определить, что у нас. Это длилось очень долго, это длилось, они могли определить около полтора месяца, наверное. То есть я вызывала врачей, им становилось хуже, нам прописывали лекарства, мы их покупали. И вот это вот все очень долго длилось, тратили мы деньги, то есть каждое лекарство стоило по 500 рублей, где-то вот так. Вот, то есть в общей сумме, в общей сумме на лекарства мы потратили 15 тысяч. В общей сумме. Из этих 15 тысяч, которые нам реально помогли лекарства, они стоили 5 тысяч. То есть остальные 10 тысяч мы потратили просто так, впустую. Просто вот, ну, взял деньги и выкинул. Вот, то есть они нам не помогли, они до сих пор, по-моему, где-то у нас на полках валяются. Вот. Дальше поехали. Симптомы. Я расскажу, какие были у нас симптомы, но, наверное, еще и в описании напишу, какие там еще могут быть. При аденовирусной инфекции у ребенка болит нога, то есть он хромает, не может ходить, плохо ходит или не ходит потом в какой-то момент. Лимфоузиум. Его лечили мы вообще очень долго. Очень долго, то есть вообще нам врач не говорил, как его лечить, типа он пройдет сам потом, он не проходил. А лечится он так, то есть берете тряпочку, мочите водкой и прикладываете. Там несколько минут держится и так вот на дню несколько раз. И где-то дня за три мы вылечили его. Вот, то есть я об этом не знала, как вообще его вылечить. Вот вам говорю, чтобы вы знали, что, ну, ваши дети, чтобы не мучились, правда. Да, также лимфоузиум был увеличен, то есть он голову поворачивать не мог, ему было здесь больно. И когда вот тут вот за затылок берешь, сопливо смаркивать, ему тоже больно было, он плакал. Вот, а жарвота? Конечно же, жарвота без нее куда? Температура 38, 39 и 40, которая поднималась три раза на дню. То есть, ну, девочки, мальчики, мамочки, папочки, запомните, если у вашего ребенка поднимается температура три раза на дню под 40, то это что-то не то. Бегите сдавать анализы, покупайте противовирусные. Ну, что-то делайте. То есть, просто анаферон какой-то, он не поможет. Уже, в принципе, недавно я даже пыталась так сделать, когда у меня ребенок заболел, нам не помог он, нифига. Просто трата времени и денег. И, конечно, ребенка жалко. Также покрасить красные глаза. Ну, там есть специальные какие-то капли. Наверное, там в конце ролика я фотографирую. На них поставлено, с коробочки нету. Спрошу мам, как они там называются. То есть, красные глаза, там капельки их обязательно капаете. Насморк, конечно, кашель, горло. Горло мы лечили месяца полтора. Мы очень долго его лечили. Очень. И, конечно же, интоксикация. То есть, у него была она настолько сильная, хотя я его дома поила. Все. Он у меня пил, пил, но она была настолько сильная, что он уже не ходил просто. Он перестал ходить уже через какую-то, не знаю, неделю, через три, наверное, после всего вот этого. Он уже не ходил. Я помню, как я его сажала на коляску и шла за лекарственной, потому что мне приносить лекарства мама может только вечером, а мне, допустим, нужны они уже с утра, эти лекарства. Там врач приехал, прописал, мне надо срочно идти. То есть, сажал и просто ехал на коляске. Он уже был в таком уже не очень состоянии. Так, дальше поехали. Как мы лечились? На лекарства, конечно, ушло очень много денег. Потом в какой-то момент приехал снова врач на очередной вызов. Она к нам очень часто приезжала, довольно. Она сказала, что он уже в тяжелом таком состоянии, надо ехать в больницу. Был как раз период коронавируса, это была осень у нас. И не хотелось, хотелось дома вылечиться все-таки. Но мы все-таки вызвали скорую, она нас отвезла в больницу. Нас принимать не хотели, потому что мы попали не в ту больницу. Инфекционная больница была закрыта под людей, которые короной болеют. И нас было некуда деть. Нас уже хотели отправить домой. Но мы говорили, смотрите, у нас ребенок в тяжелом состоянии. Он может не выжить просто. Нас забрали. Нас, слава богу, положили в отдельную палату. Там было две кровати больших и две детских, и столик. Ролик, как мы там отдыхали, как мы жили в этой больнице, я тоже в конце ставлю. Он там на канале у меня есть. Вот. В больнице мы провели три недели. Три недели. А Диме делали, то есть малышу мы ему делали систему. Кололи уколы. То есть, по-моему, антибиотики кололи. У него катетер сюда вставили. Потом сюда, потом вот в ручку вставили. И, а, ну, лекарства всякие, да, давали. То есть, ну, более-менее лучше стало становиться спустя две недели. Более-менее лучше. Вот прям вот когда уже нам внедрили, наверное, вот этот вот виферон. Когда нам начали его давать, потому что антибиотики уже не помогали. Система не особо помогала. Нам виферон, свечки, стали выдавать. Вот только тогда ребенок стал становиться лучше. Вот, то есть, это уже был конец второй недели. Третью неделю мы уже виферон пили. Ребенок становился лучше. И нас выписали. Пока мы там, я еще покажу поближе потом это все. Пока мы там лежали, то есть, мы параллельно, ребенок сдавал анализы. Анализы сдали абсолютно, ну, просто, ну, на все. Даже гепатит там, даже, ну, такие вот, на коронавирус там. На все просто сдали. Аденовирусная инфекция и энтеровирусная инфекция не подтвердились. Ко мне просто в какой-то момент приходит врач и говорит, вы знаете, мы сдали анализы, то есть, вы сдали анализы, да, ваш ребенок абсолютно на все, но мы не знаем, какая именно у вас вирусная инфекция. И мы не знаем, как лечить вашего ребенка. А знаете, вот это вот было самое страшное. Реально. Это было самое страшное. Когда твой ребенок болеет, умирает на глазах, и к тебе приходит врач, который отучился, который уже работает там много-много лет, там десяток, да, и просто говорит, мы не знаем, как лечить вашего ребенка. Это было страшно, это было очень страшно. Я и молилась, конечно, и все. Вот, ну, продолжаю лечиться, вот становилось немножечко лучше, лучше, лучше. Уже температура 37 была, и нас сразу выписали. То есть, три недели прошло, и нас выписали. Мы приезжаем сюда домой. Здесь, конечно же, эта вирусная инфекция, она осталась. Вот. Она здесь была. Мы уже примерно хоть название знали. Это и аденовирусная инфекция, и энтеровирусная инфекция. То есть, нам поставили их две, потому что энтеровирусная инфекция. Получается, что пальчики вот тут вот как-то вот кожа слазит. А, на ручках, да, на пальчиках, на ладошках, и на ножках, там, на ступне. Поэтому вот поставили добавку ее. Она начала вдруг слазить. То есть, она, видимо, из-за того, что мы долго не могли лечить, начать ребенка. То есть, мы не знали, как его лечить. То есть, аденовирусная инфекция просто переросла, переродилась, там, не знаю, как это правильно, в энтеровирусную инфекцию. То есть, ну, вот так случилось. Вот. Конечно, мы приехали домой, и, по-моему, на следующий день у ребенка поднимается температура 40. И, блин, это опять все заново, это опять все заново начинается. Я понимаю, что явно что-то происходит не то. Надо что-то делать. Мы уже там немножко прочли. И, то есть, я прочла. Нужно было обязательно все мыть. Мыть с хорошим средством. В Альберисе я заказала, то есть, бутылочки. Ему три года, да, было. Вот такие вот бутылочки. Я тоже покажу в самом конце. Я заказала вот одну такую большую. То есть, их можно вот кипятить 110 градусов. Обязательно смотрите, чтобы ее можно было кипятить. Не знаю, потом посмотрю. Короче, одна большую я заказала. И четыре бутылочки маленьких. Маленькие где-то 150, что ли, миллилитров. Я сейчас не помню. Такие вот небольшие. Их, получается, я все вечером кипятила в большой кастрюле. Такой там 5 литров, побольше. Даже она, по-моему, 6 или 7 литров. Кипятила вместе с ложечками, вместе с тарелочками. То есть, все туда отправляла. И как следует долго-долго кипятила. С утра я просыпалась, давала ему выпить воду из большой бутылочки воды. То есть, ну, там, чтобы понять. Еще я добавила бумажечку, ввела. То есть, я все записывала, сколько он у меня выпил. То есть, так удобно, чтобы ребенок у вас зазь выпил, ну, где-то хотя бы литр 200. Ну, хотя бы литр. Потому что у него температура, и надо пить много. Вот. И потом уже по каждой бутылочке, то есть, оставшиеся там 4 бутылочки или 5, я не помню, сколько их было. Вот. Я уже там давала. То есть, время проходит, он хочет пить. Я наливала, давала ему, он сразу мне все выпивал, выпивал, я эту бутылочку убирала. Потом вечером все заново кипятила. Вот. Чем я мыла, обрабатывала полы. То есть, я полы мыла, протирала его кроватку, игрушки. Игрушки мы уже выбрали не мягкие, а такие, которые моются. Резиновые, там, пластмассовые. Но он особо и не игрался, честно. Он в основном лежал и просто смотрел мультики. Практически не вставал, не ходил, не бегал. То есть, где-то вот такие игрушки мыла, я их, мыла я их вот таким вот средством. Вот. Тоже так же поближе покажу. Оставлю ссылочку в Альберисе. Это вот средство. Оно убивает как раз микробы всякие. Я и полы мыла, и протирала кроватку. Все им. Оно нам, кстати, очень-очень помогло. Здесь осталось уже меньше половины. Да, вирусы и бактерии убивают 99,9%. Вот. Тоже все это оставлю. В описании вы все это увидите. Вот. Поближе рассмотрите. Возможно, купите. Стоил он где-то 300 рублей, по-моему, за вот этот вот тюбик. И очень хорошо нам помог. И пеночка такая, и полы моются. И такой запах прям приятный, ароматный. То есть, каждый день я мыла полы. А, также я каждый день на свою кровать, поскольку он в основном сидел на моей кровати, смотрел телевизор, я меняла простынку. То есть, ну, как ни пледик, вот этот вот, не покрывало, который находится, да. А за место него я стелила, либо это была простынка, потом они заканчивались пододеянник, допустим, какой-нибудь. И вот так вот шло. То есть, каждый день я меняла, чтобы вот эту вот вирусную инфекцию, да, их, то есть, вирусов у них, у него их стало довольно много. И постепенно, вот мы очень медленно от них избавлялись. Очень медленно. И там, если они остались на кровати, я все это потом собирала, собирала стирку, все это постираю. И вот так вот мы жили. Вот. Насчет питья. Просто воду пить он не очень хотел. Мы лечились больше именно морсик. Пили мы, ну, мы каждую болезнь именно пьем клюквенный морс. Он как-то так убивает микробов, и температура как-то вот от него начинает сходить все побыстрее. Ребенок быстрее идет на выздоровление. Там я добавляла сахар, либо мед. Ну, по-разному. То есть, с утра он у меня мог водичку попить, а потом вот в эти маленькие бутылочки я заливала морсик. Как делается морск клюквенный, у меня тоже все это есть на канале. Я оставлю вам в конечной заставке или ссылку в описании. Это очень легко. Это на самом деле, ну, реально, это очень легко. И каждую болезнь мы так пьем. Если вдруг, например, у вас ребенок не пьет морсик, то есть, не хочет из бутылочки пить, можно там и стаканчика, и из рюмочки еще бывает. Могут дети пить, ну, рюмочка маленькая, да, интересно. Либо можно чайные ложечки каждые пять минут. Но это сложнее. И так находишься около ребенка, и так бегаешь туда-сюда еще. Плюс там через каждые пять минут это можно с ума сойти, правда. Также, допустим, если у вас ребенок не пьет, ну, в три года, допустим, у меня ребенок очень был доверчивый, и я начинала уже просто на бум придумывать разные истории про эти бактерии. То есть, там красные бактерии, допустим, убиваются только красным морсом. Его надо пить обязательно, ты вот там пьешь, и эти бактерии выписываешь. И ребенок действительно верит, и быстрее, быстрее начинает пить, 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 чтобы как-то выздороветь. В три года у нас прям это очень хорошо проходило. То есть, ну, на бум просто придумаешь разные-разные там истории, увлекаешь его, что-то рассказываешь, рассказываешь. И за это время он быстренько уже пьет, 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 пьет. То есть, ну, если вдруг не пьет, то можно так попробовать. Потом там, вернувшись домой, да, спустя какое-то время, мы нашли в нашем городе инфекциониста. Кто живет в Самаре, вы можете мне написать в ВКонтакте, я вам скажу, какому инфекционисту мы ходили. Потому что просто какой-то там смысла нет. Надо искать лучшего по отзывам, который реально помог. Обязательно, если вы идете к врачу, читайте отзывы. Тем более, если это платная клиника, или которого врача вы ждете очень долго. Месяц, два, три. То есть, обязательно читайте отзывы. Мы почитали отзывы, нашли хорошего врача. К ней пришли, и она сказала, а раз у вас вирусная инфекция, то надо пить лекарство какое? Против вирусной инфекции. То есть, было на самом деле все банально просто. Но мы до этого не догадались. И наши врачи из поликлиники, кстати, платная поликлиника у нас, они тоже до этого не догадались. То есть, ну, к примеру, если у вас кашель, значит, вы пьете лекарство какое? От кашля. Правильно? Если у вас горло болит, вы пьете какое лекарство? От горла. Или для горла. Если у вас болят глаза, то есть, ну, для глаз, да? Ну, и тут получается вирусная инфекция, значит, вы пьете противовирусное лекарство. Вот, она нам назначила противовирусное. Был вот такой вот сироп Нормамет. Таких, честно говоря, мы три штуки выпили, чтобы избавиться. Но, как только мы начали его пить, спустя несколько дней ребенок становилось лучше. Температура уже не так поднималась, уже как-то она меньше, меньше стала уходить, уходить. Когда мы уже заканчивали это лекарство, я просто боялась. У меня просто был страх его заканчивать. Мама говорит, давай еще выпьем. Давай купим еще. Стоит оно 800 рублей. Но оно этого стоит, правда. Вот, там есть, по-моему, даже такой небольшой шприц, который отмеряешь и в ротик заливаешь сразу. Вот, сладенький оно такое, вкусное. Оно три раза в день мы пили. То есть, промежуток 6-8 часов, три раза в день. Обязательно подписывайте свои лекарства. То есть, оно нам реально очень-очень помогло. Пили, конечно, мы его долго. Вот, также еще второе. Второе еще было вот такое вот. Это, по-моему, после него. Нам сказали, может быть, еще попейте вот такое. А это, по-моему, даже оригинал. Вот это оригинал. А вот это вот как. То есть, ну, вот это даже чуть-чуть подороже, наверное. Ну, короче, он нам тоже помог. Также есть, кстати, еще одно лекарство противовирусное. Ну, его, наверное, покажу в конце. Потому что где-то оно у нас лежит, не помню где. Также в самом начале болезни, когда мы болели, нам назначали антибиотики. И, конечно же, мы не могли ни одно принимать. У него была аллергия. Что-то было такое непонятное. Нам подошел вот этот антибиотик. Там, по-моему, в порошке что-то там разводишь. Что-то там смутно помню. Тоже по 5 мл. Кстати, очень классное. Оно нам помогло. Вот. Антибиотики, допустим, таблетки, они оказались очень сильно горькими. Причем, знаете, они настолько вот прям очень сильно горькие, что просто вот язычком чуть-чуть вот его попробовала я. И у меня во рту была очень сильная адская горечь. Я давала ребенка, а ребенка просто рвало. Я сначала не могла понять, почему, в чем же причина. Думаю, хоть бы подписывали на пачке горькое. То есть, как давать ребенку лекарство горькое. Как ее дать. Кстати, у меня тоже есть отдельный ролик. Я его тоже оставлю в конце заставки. Там тоже где-нибудь оставлю. Но сейчас также я вам расскажу, как это можно сделать. Вот. То есть, его переминайте в маленькой тарелочке. Добавляйте чайную ложку воды. Все это переминайте там. И добавляйте сахар. Сахара как можно больше, но чтобы он растворился. Все это перемешивайте. Чайной ложечкой все вот это вот собираете. У вас должно все поместиться на одну ложечку. Берете какой-нибудь банан, например. И также воду. То есть, даете ребенку вот это вот все. Даете ему банан. И тут же запивать водой. Вот только тогда у нас получилось ребенку дать антибиотик. Это было сложно. Также можете еще посмотреть ролик. Также вот мы параллельно вместе с противовирусными. Еще виферон. Виферон, они бывают разные. У нас 500 тысяч ме. Не перепутайте. Лучше берите вот такие. В принципе, они недорогие. Стоили они 300 рублей. Ну, тоже долго пользовались ими. Он вставляется в попку ребенку. Вот. Тоже очень действенные, очень такое хорошее средство. Много мы тоже потратим таких пачек. Нам еще начали с больницы отдавать. И оно нам тоже очень помогло. Вот. Оставшиеся другие лекарства, конечно, показывать не буду. Потому что они не помогли. Также, когда у ребенка начинается интоксикация. То есть, это как раз тот момент, когда жидкости не достает. Я его поила много. Но он не достает. Вот такой вот есть энтеросгель. Очень, кстати, хороший. Уже вторую или третью пачку покупаем. Здесь вот при отравлении, кишечной инфекции, интоксикация и аллергия. То есть, интоксикацию как узнать? У вас ребенок болеет? Вы к нему ночью подходите, чтобы проверить. А он вздрагивает. Раз там, вздрогнул. Спит, спит. Раз, вздрогнул. То есть, значит, вот это вот есть интоксикация. Этот гель, кстати, очень вкусный. Детям очень нравится. Чайную ложечку его надавливаете. И даете ребенку. И потом, по-моему, еще запить надо дать. Вот. Детям нравится. Моему прям очень понравилось. Также, конечно, горло мы лечили Tantum Verde. Мы всегда им лечим. Очень помогает нам. Отервоты и мотилиум можете купить. То есть, ну, где-то вот примерно это все вот так вот. Вот. И, то есть, получается, вот этот доктор нам очень сильно помог. А, также мы хотели сдавать анализы. То есть, в 6 утра мы ходили в частную клинику сдавать анализы на чистоту крови. Это было где-то перед Новым годом. И, в принципе, наконец-то анализы. То есть, мы побороли эту инфекцию вирусную. И они были, в принципе, довольно хорошие эти анализы. Ну, мы немножечко вот продолжали пить нормамент на всякий случай, чтобы вот это вот закрепить. И чтобы вот эти вот, если там какие-то все-таки вирусы остались, чтобы их уже убить. Как следует убить. Вот. И получилось, как раз мы начали с 5 сентября. У меня ребенок заболел. И где-то 30 декабря вот пришли вот эти вот анализы. Мы сходили к врачу. То есть, и все. Она сказала, вы здоровы. Представляете? Ребенок болел 3 месяца. Он так похудел вообще. Это не знаю что. Мы ее побороли, эту инфекцию. Получилось, что мы так долго болели, потому что очень долго не могли понять, что у него. То есть, врачи не знали, что это. Почему у ребенка плохо. То есть, было просто потеряно время. То есть, остальные в чате я читала, где наши самарские мамы. Есть такое, кстати, приложение MomLife. Можете его это скачать. Там из вашего города мамочки тоже будут. Вот они писали, что они дома выздоровели довольно быстро. Там анаферон что-то давали. Еще какие-то таблетки. Там туда-сюда. Антибиотик кто-то там давал. И там что-то 5-10 дней вроде якобы. И все. И они здоровы. А мы вот просто упустили время. Поэтому так долго получилось. И уже мой Новый год встретили уже здоровые. Но у ребенка все равно осталась температура 37,7, 37,1. Нет, где-то не так. 37,1, 37,5. Наверное, она где-то была. И эта температура длилась полгода. То есть, где-то 5-6 месяцев эта температура была. Поначалу нам врачи говорили, что это выходит таким образом лекарство. То есть, месяц-два они будут выходить. Но все равно он был горячий. Но при этом он бегал, носился, не замечал ее. Потом, в конце концов, мы записались к иммунологу. Сдали все необходимые анализы. Пришли. Она у нас... Ну, мы все ей рассказали. Иммунологу, конечно, нужно тоже читать по отзывам. Попалась не очень. Такая. Он, типа, что, только температура и все, что ли? Ну, да. А, да ничего, у вас все нормально, идите все. Ну, что вам делать? Вот. И у него температура вот эта вот пропала, когда он очередной... Ну, второй раз заболел какой-то вирусной инфекцией. То есть, он какую-то вирусную инфекцию подцепил. Мы начали лечить. Когда мы ее вылечили, у него температура пропала. То есть, также нам врач другой сказал, что может быть такое бывает, что температура может пропасть от закаления. Мы еще там закалялись параллельно. Смена обстановки. То есть, когда переезжают, бывало такое, оказывается. История даже мне врач рассказала целую. То есть, родители с ребенком жили в квартире, ребенка была температура постоянно. Переехали они на другую квартиру жить. То есть, продали эту, переехали, переезд, вот это вот все. И у ребенка пропала температура. Представляете? Я вообще даже не поверила. Аж как бывает. Вообще. Вот. То есть, даже, например, вот так вот. Вот. Вроде бы я вам рассказала довольно все. Но не забывайте, если у вашего ребенка поднимается температура три раза на дню, все. Покупайте нормамент и пейте его. Ну, либо просто идите, сдавайте анализы. И с этими анализами, если вашему ребенку лучше не становится, идите к инфекционисту. Инфекционисту, да. Вот. То есть, ну, что-то делайте. Анализы, я знаю, что можно сдать, когда ребенок заболел, только через пять дней. Кровь там, мочу, можно икал, наверное, сдать. То есть, у своего педиатра обязательно попросите, там, скажите, нам надо. Вот. После этого я очень сильно боялась, что мы заразимся снова, и когда чем-нибудь у меня ребенок заболевал, я сразу бежала сдавать анализы. Вот. Расходило даже так. Также, кстати, температуру, когда она у меня болела, я мерила пять раз на дню. Это начиналось, то есть, с восьми утра, и заканчивалось с восьми вечера. И все это я записывала в блокнот. В больнице мы лежали, меня прям это все время удивляет. Говорит, знаешь, какая вы хорошая мама. Прям всю температуру меряете ему и записываете в блокноте. Говорит, не одна. Говорит, вот сколько я работаю, там мужчина был уже лет пятьдесят, наверное, с чем-то. Говорит, я первый раз в жизни вижу такую маму. Говорит, вы большая, молодец. Мне очень, кстати, приятно, когда меня хвалят. Также, кстати, я хожу к педиатру всегда с тетрадочками, где я записываю всякие вопросы свои, потом ответы туда записываю, меня там тоже со временем хвалят. Вот, и температура, то есть, я мерила пять раз на дню все это записываю, и они смотрели. Блин, говорит, у вас температура как-то волнами идет. То поднимается, то опускается, то ему лучше становится. Пару дней лучше. Потом хуже опять поднимается. Что-то происходит непонятное. То есть, вот горло мы лечили, да. Все, все, выздоровела. Она приходит, с утра смотрит, все, говорит, у вас горло вылечили, вы все супер, больше ничем не брызгайте. На следующий день она приходит, ой, говорит, у вас горло красное, лечите дальше. То есть, было вот так, мы очень долго. Вот, также хочу сказать, если вдруг, допустим, у вас ребенок заболел, не оставляйте его с тем человеком, который, возможно, будет лечить его плохо. Лечите сами, если вы это умеете, если вы это хорошо делаете, если вам не наклевать на ребенка. Потому что у вас родители разные все-таки. Вот, я надеялась, конечно, что свекровь будет его лечить. Я была 100% уверена. Но теперь я знаю, что, конечно, она лечить не будет. То есть, ему было плохо, он болел уже, плохо ходил. Но, тем не менее, они его все равно вытаскивали на улицу, тащили на детскую площадку. Ему там становилось плохо, он что-то там не падал. Там ворвало его, но его все равно прямо тащили. То есть, мне это рассказал сам ребенок, и мне это подтвердили еще и соседи, что на улице, говорит, твоему ребенку было очень плохо. Ему стало плохо, но его отругали, и все равно потащили дальше. Это было обидно. Это было очень сильно обидно. Вот. Ну, ладно. Слава Богу, у меня ребенок выздоровел. Теперь я все это знаю. Как лечить? Что лечить? Знаете, честно говоря, не дай Бог, кому это пережить. Это было очень тяжело. И я похудела сильно. И ребенок очень сильно похудел. Конечно, больше всего и он страдал. Также, да, кстати, еще также читала молитву о сыне. Ну, я думаю, вы это найдете. Все это в доступе. Мама моя ходила в церковь. То есть, заказывала, чтобы там... Не знаю, как это правильно называется, честно. Чтобы там за него, то есть, за Диму помолились. Один раз я пошла сама. Мне началось задавать очень много тысячи вопросов каких-то. Я не знала даже, что вообще ответить. Что как будто я вообще попала в другой мир. Абсолютно. Ну, для меня это все очень темное. Вот. Такое не мое совсем. Редко там бываю. Редко туда хожу. Вот. Ну, сходила, там заказала. И вот когда вот за Диму там в церкви молились, вот именно вот в эти дни, когда молились, ему становилось лучше. Ему становилось лучше и лучше. То есть, я заказала, прихожу домой, там, и у меня ребенок уже, ему становится еще лучше. Ему еще лучше. Да, это платно, это небольшие деньги стоят. Но все-таки надо верить в Бога, надо ходить чаще в церковь. Надо идти нате в церковь не тогда, когда у вас что-то произойдет, и вы сразу бежите скорее-скорее. А надо просто ходить часто. Ну, хотя бы раз в месяц. Ну, каждую неделю, может. Может быть, кто-то мимо ходит на работу, там, зайти с работы, например, помолиться, поставить свечку, там, что-нибудь такое. То есть, нужно ходить, надо вспоминать про Бога, он действительно помогает. Нам он очень-очень хорошо прям помог. И также святая вода. Бабуля нам принесла святую водичку. Мы каждое утро умывались. Да, еще так же, когда у меня ребенок садился кушать, то есть, он, ну, все равно здесь вот, да, он бегает, ходит, да, когда уже начал на кухню ходить сам, руки он помоет, а все равно ручки вот от дверей, да, они остаются грязные. Я протирала все это водкой. Можете найти в перекрестке, есть водка на 205-250, ну, просто, знаете, самая дешевая водка, пол-литра. Вы сможете ее найти, в принципе, купить. Я ее в такой тюбик перелила, который вот прыскается. То есть, ребенок приходил, садился кушать. Мы водкой обрабатывали руки, то есть, он меня обрабатывал. И также я вот там весь стол, с какой стороны он сидит, вот этот весь стол, я тоже обрабатывала водкой на всякий случай. Ну, вдруг там микроб останется. Вот это, кстати, большой плюс, нам тоже очень помог. Вот. У меня по сей день уже прошел целый год, как вот это вот, как мы выздоровели, уже год прошел. У меня до сих пор этот тюбик стоит. Иногда мы где-то, где-то там пользуемся, и даже у меня ребенок уже выздоровел, мы все равно водкой протирали руки. Кстати, у него не становилось хуже. Ничего там не было, как вот врачи там, бывает, говорят. Но все равно осталась привычка, вот это, давай побрызгаем, давай побрызгаем. Он раз, раз, все, разотрет, разотрет, все, чистенький, садится. И также, кстати, ребенок приучается за одной к чистоте. Вот. Еще и такой вот момент. Надеюсь, что я вам все рассказала все-таки. Потому что эта история такая очень большая. Все-таки болеть три месяца, это очень тяжело. И тяжело и для вас, и для ребенка. Если я вдруг что-то там забыла, когда я буду показывать все эти лекарства, сейчас они будут у вас в конце ролика, можете я там еще что-то дорасскажу, если вдруг. Или напишу там в комментариях. Надеюсь, что они будут открыты. Вот. Также задавайте, пишите свои вопросы, свои какие-то отзывы. Может быть, у вас похожая ситуация была, и какие-то у вас есть советы. Обязательно советы свои пишите, потому что будут, наверняка будут смотреть те люди, которым сейчас нужна помощь, и найдут ваш совет, помимо моего. Ну, на сегодня все. С вами был канал Артмания. Всем спасибо за просмотры. И всем пока-пока. В конечной заставке посмотрите самые интересные ролики. Так, вот они лекарства, все поближе. Это антибиотик. Довольно хороший нам тоже помог. Есть еще антибиотик. Вот из такой серии. На него аллергии, возможно, не будет. Ну, вот нам вот такой подходит очень. Виферон. 500 тысяч. Вставляли полную, прям, свечку в попку. 10 вот суспензий. Ну, и тогда стоило, вот оно, 387 рублей. Вот. Также противовирусные. Вот они, противовирусные средства. Внутренний ромамет. Очень хороший. И вот такое. Ну, по-моему, от него вот это вот аналог. А это вот оригинал. Ну, названия у них, конечно, разные. Здесь вот Польша, производитель. А здесь Италия, что ли, Италия или Турин. Италия, наверное. По-моему. Я просто помню, что-то из Германии было. Я уже забыла. Вот. От горла нам очень хорошо Тантум Верде помог. Вот. И от рвоты Матилиум. Тоже хорошее очень средство. Это их можно вот так вот отрезать и просто хранить. Уже на них вот я всегда пишу, от чего это и как принимали. И потом, если у ребенка начинается рвот, я просто нахожу вот эту штучку. Даю мужу. Он идет, покупает. И все. И у нас средство есть. То есть, не надо вспоминать, 3 часа, что же мы там пили. Так. Коробочка от бутылочки. А вот написано, что кипятить можно 110 градусов. Ссылку оставлю в описании на эту бутылочку. Очень хорошая. И у нее есть специальный такой вот ключик, который делает дырку побольше. Я сделала большую дырку и прям было очень классно. И последнее средство. Это энтеросгель. Очень вкусненький такой. Сладенький. Вон, видите, сладенький. Вот он от чего. То есть, если у вас ребенка часто повышается температура. Очень высоко, несколько раз в день. То вот этот покупайте. Очень хорошие таблетки. Лекарства, вернее.